Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или уже находитесь там? В любом случае стоит подготовиться. Привет, меня зовут Энира, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constant, посвященных легализации иностранцев в Беларуси. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация, и мы готовы вам помочь. Сегодня я расскажу вам про особенности получения вида на жительство для иностранцев в Беларуси. Вы зарегистрировались в Беларуси, возможно, трудоустроились. Про это вы можете посмотреть наши предыдущие ролики. Что дальше? Итак, что необходимо знать иностранцу для получения вида на жительство в Беларуси? С разрешением на постоянное проживание в Республике Беларусь вы наделены практически теми же правами, что и граждане Беларуси, кроме избирательных прав и права занимать некоторые государственные должности, а также приобретать в собственность землю. А вот граждане России с белорусским ВНЖ смогут участвовать в местных выборах. С ВНЖ вы имеете право на бесплатные медицинские услуги, бесплатное образование, право получать льготы и пенсию наравне с белорусскими гражданами. К слову, иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, не исполняют воинской обязанности. Кто может получить вид на жительство в Беларуси? Иностранцы могут получить вид на жительство в Беларуси, если первое им предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь. Второе они имеют право на воссоединение семьи, то есть кто-то из родственников гражданин Беларуси. Приоритетно кто-то из близких родственников, но могут быть рассмотрены и дальние. Третье, если они получили разрешение на временное проживание и прожили в Республике Беларусь в течение последних пяти лет непрерывно. Четвертое, раньше были гражданами Республики Беларусь или жили в БССР и их потомки. Пятое, если они являются специалистами, в которых нуждаются организации Беларуси. Шестое, обладают исключительными способностями и талантом или имеют выдающиеся заслуги перед страной. Высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта. Седьмое, они иностранные инвесторы, вложившие инвестиции в размере не менее 15 тысяч базовых величин. Восьмое, это белорусы, а также лица, идентифицирующие себя как белорусы, их потомки, кровные родственники по прямой линии, дети, внуки, правнуки, родившиеся за пределами современной территории Беларуси. Девятое, также иностранцы имеют право на получение разрешения на постоянное проживание по иным основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь. Например, граждане России могут получить ВНЖ просто на основании того, что они граждане России. Разрешение на постоянное проживание может быть выдано людям без гражданства, находящимся в Беларуси более трех лет, при условии, что отсутствует государство, которое согласилось их принять. Необходимые документы. Существует список необходимых документов для получения ВНЖ. Вы можете найти их на нашем сайте или обратиться к нам через почту на общественную приемную или по телефону. В зависимости от ситуации и причин, по которым вы получаете ВНЖ, список может дополняться или меняться, но основная часть документов неизменна. Не забывайте про госпошлины. Часть необходимых документов является платной. Заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание рассматривается отделом по гражданству и миграции в течение трех месяцев. Если основанием для обращения является вступление в брак с гражданином Республики Беларусь, то в течение шести месяцев. Если иностранец является ценным специалистом, в котором нуждается организация в Республике Беларусь в течение одного месяца. О результатах рассмотрения заявления вы будете извещены по месту вашей регистрации. Также существует биометрический вид на жительство. Иностранцу, получившему разрешение на постоянное проживание, выдается биометрический вид на жительство. Для этого вы должны предоставить ваш ОГИМ следующие документы. Заявление, свидетельство о рождении, документ для выезда за границу, документы, необходимые для регистрации по месту жительства, документ, подтверждающий внесение платы в размере двух базовых величин. Стандартный срок готовности 15 рабочих дней. Первый биометрический ВНЖ выдается сроком на два года, после чего его необходимо обменять. После обмена биометрический ВНЖ выдается сроком на 10 лет. Для иностранцев, не достигших 14-летнего возраста, сроком на пять лет. Необходимо ориентироваться и в основаниях для аннулирования вида на жительство. Разрешение на постоянное проживание может быть аннулировано, если Республика Беларусь объявила иностранца неприемлемым или нежелательным персону нонграта. Имеются сведения, что иностранец является лицом, осуществляющим экстремистскую, в том числе террористическую деятельность. С полным перечнем оснований для аннулирования ВНЖ вы можете ознакомиться на нашем сайте или обратиться в нашу общественную приемную. В случае аннулирования разрешения на постоянное проживание и отсутствие других законных оснований для пребывания в Республике Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение одного месяца со дня его уведомления о принятом решении. Решение об аннулировании ВНЖ может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган в течение 10 рабочих дней со дня уведомления об аннулировании. Жалоба рассматривается в месячный срок. Если у вас остались вопросы о том, как получить вид на жительство в Беларуси, обращайтесь в нашу общественную приемную по электронной почте или по телефону. А мы продолжим информировать вас про то, как легально находиться и трудоустроиться в Беларуси, и более детальную информацию вы можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях. Удачи!